За последние периоды Азербайджан еще больше укрепил свою позицию в системе международных отношений, подтвердив многовекторность своей внешней политики. Баку целенаправленно продвигает мирную повестку на пути к заключению всеобъемлющего соглашения с Арменией. Президент Альхам Алиф отмечает, что самым большим геополитическим изменением не только на Кавказе, но и в более широкой географии стало восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Уникальная стратегия страны позволяет сохранять имидж независимого государства в глобальной и региональной политике, которая не ориентируется на позицию мировых центров силы, а руководствуется прежде всего своим национальными интересами. Тема продолжим с нашим гостем Эльчин Халлоуглу, главный редактор портала МИЛЛИАС. Здравствуйте, Эльчин Меолим. Добрый вечер, приветствую вас. Последовательный и профессиональный характер политики, проводимой президентом Ильхам Малиевым, превращает страну в ключевого игрока на международной арене. Все-таки как вы расцениваете значение Азербайджана в построении, укреплении международных форматов сотрудничества в целом? В течение последних пяти веков, страны, которые перевозят природное богатство, особенно продажи, экспорт, многоносители, ингрессорсы, полезные ископаемые всегда, руководятся только одним стрелемлемом. Использовать природное богатство в угоду политическим интересам, в угоду государству. Примеров можно привести очень много, начиная от больших стран и заканчивая карликовыми странами, основными государствами, которые по тем или иным причинам попытались стать сильными игроками, в мировом рынке, в мировом носителе или же прополезно-природном ископаемом. Азербайджан нарушил эту систему, азербайджан нарушил эти косвенные и косвоязычные правила игры и привнес совершенно новое веяние в мировую панику. Мы являемся пока что единственной, пока что поддержим память первенствами этой помощи, единственной стороной, где природное ископаемое и природное богатство, не являются политической целью, а также не служат политическим амбициям и политическим целям государства. Отнюдь. Азербайджан использует свои природные богатства исключительно в целях, налаженных до госсоцинских отношений. В отличие от многих других стран, да и всех стран, которые по тем или иным причинам, по тем или иным мотивам пытаются принести в свою внешнюю политику и имя энергозависимости, я могу перечислить много стран, начиная от России, заканчивая Катаром, Саудовского района, и они и кулуарно, и открыто говорят, что природное богатство, нефть, газ, и ситы, начиная аннуить, и никель, для них меняется инструментом некого давления политического, некого заглаживания острых углов международных отношений, особенно двусторонных отношений. Азербайджан не пользуется ни газовой дубиной, ни нефтяной дубиной, наоборот. Мы всегда протягиваем руку помощи, безвозмездно. Мы никогда не ставим политическое условие, мы не ставим условия того, что вот мы продаем вам твой газ, твой нефть, или же пытаемся стать посредником даже нефти или газа, взамен бы даже нам сделать что-то и то. Нет. В современной политической лексиконе азербайджанской дипломатии напрочь отсутствуют такие мероприятия и экзонтропические встремления. Именно поэтому Азербайджан считается очень надежным, стабильным и доверительным партнером европейской политики. Что касается того, где марта, после отношения Азербайджана, когда они буквально вынули наших делегатов, покинуть их с теми этой организации, то это является позицией якобы сильного против соответствующего противника. С одной стороны, это очень даже хорошо. Они признали нас сильного противника. Противника закастиневых, замщелых уже оповестительских стремлений европейской политики. Европа всегда страдала болезнью роста. Европа всегда пыталась казаться сильнее, чем на самом деле. Это было врачи Первой мировой войны, это послужило причиной Второй мировой войны, когда многие европейские страны буквально закрыли глаза на неонацистов и пытались даже оправдать. Историю не забыла Маршала Петена, историю не забыла Израэля, историю не забыли Кемберли, историю не забыла других политиков. То же самое происходит ныне. Европа не признает армянский национализм, армянский реванчизм, армянский терроризм. Угроза не только Южного Кавказа, но и всему региону. Европа не признает то, что руководство Армении говорит на словах одно, а на деле поступает совершенно по-другому. По наушению или же по собственной глупости. Не суть важна. Важно то, что официальное руководство Армении, политические виды Армении, а как и стебляшменты Армении, разделились на выводы. На одной стороне находятся те люди, которые пытаются привнести элементы якобы новизны, которые заключаются полным потоками, капризом и приказом, поступающим от коллективного Запада. На другой стороне являются традиционалисты, которые пытаются помещать усилиям вывести Армению из орбиты в реальность северного соседа. Так что же нам делать? Как поступать? Какие решения принимать для того, чтобы Армению вынудить подписание мирного договора? Европа молчит. Европа отвердит о правах человека, о свободе собрания. Свобода собрания хороша тогда, когда собирающиеся, пытающиеся собрать им люди, они сыты и довольны жизнью. Голодные люди, когда собираются вместе, они пытаются сделать что-то, которое якобы изменить их жизнь. В Иберии, в Гриаре или же в Сомали свободособрания находятся на высочайшем уровне. Но в Сингапуре, в Тайване, в Японии, в Китае свободособрания не так свободны, извиняюсь за эту политавтологию, как в Иберии или же в Северной Гриаре, или же в Комбу. Нет. Видим, нужна не свобода собрания, не права человека. Видим, нужны человеческие права, когда обеспечена их жизнь, когда соблюдаются все конституциональные и институциональные законы, когда соблюдаются дух и буква закона. Европа требует от Азербайджана соблюдения буквы закона. Но она забывает сам дух закона. Она не соблюдает дух закона или напрочь забыл. И не хочет даже вспоминать дух закона. Дух соседства, дух сотрудничества и дух миротворчества гласит, каждая страна обязана чтить интерес другой страны. Ни одна страна не может обеспечить свою безопасность, привлекая опасность в другую страну. И Европа сейчас с зубовным скрыжей следит за тем, что Азербайджан денно-то укрепляет свои позиции. Для нее это очень странно. Для нее странно, как и европейские страны, стоят в очереди для того, чтобы просто поздороваться с индерами Азербайджана. Для нее очень странно, когда медиа, заходя из истерии, якобы кастерит Азербайджан, якобы строит из Азербайджана современный мордок, на европейской политике, даже самые отъявленные националисты, не ультраправые, пытаются встретиться с руководством Азербайджана и выразить благодарность за то, что Азербайджан проводит не нейтральный, нет совершенно, у Азербайджана нет нейтральной политики. У Азербайджана вдумчивая, трагматичная и рациональная политика. Европа скрежет зубами, когда в Новокаледонии, в Каморске на островах, отчаянные люди вызывают к Азербайджану о помощи. Мы не поставляем оружие, мы не поставляем взрывчатые вещества, в отличие от других стран. Мы не совершаем государственный переворот. Мы не отправляем частные военные компании. Мы отправляем туда медикаменты, мы отправляем туда надежду, мы им даем плечо друга, мы подставляем еще тем стражащим людям, глаз которого напоминает глаз вопиющем в пустыне. И старая старушка Европа, как они сами себя называют, мол, пытается молча наблюдать за этим и понять, что же такое делает Азербайджан, принеся совершенно новую волну и новый дыхание европейской политики. Мы одновременно являемся последним бастионом Европы перед стенами Азии, а также мы являемся последней крепостью Азии перед волной Европы. Мы европейская и азиатская страна, мы самая толерантная страна во всем регионе, и мы самая трудолюбная страна во всем регионе. И одна страна не может похвастаться тем, что в ее лексиконе нет ни одного негативного слова в отношении других конфессий, других игру. У нас нет слова, которое можно квалифицировать как антисемитизм или антихристианизм. Европа просто должна понять Азербайджан. Мы не пытаемся того, что нас полюбили все. Нет, мы не долго, что нас и не будут любить. Мы пытаемся занять то место, которое подобает современному, сильному, самодостаточному Азербайджану, который состоялся как государственный субъект, в отличие от всех стран Южного Кавказа. Спасибо. Да, действительно, мы доказали, что можем быть надежным партнером. Спасибо большое за ваш комментарий. Ильчин Аллоуглу, главный редактор портала «Миллиас» к нам подключался. Азербайджан. Азербайджан.